В школе столярного мастерства фрезером, открывшейся ровно четыре месяца назад в Станице Северской, ежедневно кипит работа. В данный момент в ходе мастер-класса ребята изготавливают симпатичные вазочки с колбами. Сегодня это популярная вещица в интерьере. Стружки, запах дерева, незабываемые ощущения и опыт. Если и вашему подростку нечем заняться во время долгих каникул, можно смело отправлять его сюда. Мы, в отличие от стандартных школ, работаем все лето и проводим различные мастер-классы. Не только проваться с флорбирками, можем делать и доски, и столики, и стульчики, вообще все, что угодно, все, что в голову взбредет каждому ребенку. На постоянной основе в школе обучаются 10 человек. Ну а в рамках мастер-классов за столь короткое время Наталья Черепанова успела обучить более 300 человек разного возраста и начальных умений. От маленьких людей до взрослых также мы практикуем семейные мастер-классы. Раз, где-то два раза в месяц, периодически мы проводим именно мастер-класс, куда могут прийти родители со своими детьми, посмотреть непосредственно, как проходит работа и качественно провести время со своим ребенком. Ну а сегодня на занятии две Даши и Саша. Все стараются и получают удовольствие от работы. До конечного результата вазы еще далеко. Выбрать колбы нужного диаметра, отпилить заготовки, хорошенько зашкурить. Если не вышло руками, поможет шлифовальная машинка. Здесь великое множество станков и инструментов. Многое куплено на деньги гранта, полученного Натальей во время участия во всероссийском конкурсе от Росмолодежи. Преподаватель подскажет и поможет, но основную работу ученикам придется выполнить собственноручно. Чтобы высверлить отверстие под колбы, Даше пришлось впервые опробовать шумный станок. Боялась, но выполнила все безупречно. Теперь можно собрать детали и покрыть натуральным льняным маслом с воском. После такой пропитки вещица может даже жить на улице, не боясь осадков. Вот такая красота получилась у девушки, несмотря на то, что до этого она никогда не держала в руках инструментов. Были определенные трудности, но мне помогли с ними, и я справилась. И вот такая работа получилась, и мне понравилось тоже. Вдвойне приятно, что все сделано своими руками. У таких вещей как будто есть душа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова